всем привет мы сейчас находимся в зеленограде на нашем самом маленьком но бесподобным не побоюсь этого слова участке сад который от и до наполнен деталями где каждый сантиметр каждый уголок можно рассматривать как отдельную композицию а Субтитры делал DimaTorzok Но вы ее возможно знаете Это Анна, человек вкуса Высококлассный мастер сервировок Создание домашнего уюта и флорист Ссылочка на ее инстаграм будет в описании Кстати у нее сториз очень часто показывается сад И наши работы Так что подписывайтесь и следите А я постараюсь максимально подробно рассказать про этот проект Анна один из немногих заказчиков Кто обратился к нам за проектом еще на этапе строительства Тут было абсолютно ровное поле Грязь, стройка и ничего больше Вечная классика Но у заказчика были четкие идеи и пожелания Которые нужно было отобразить в проекте А учитывая, что площадь участка очень небольшая Нужно было поэтапно и детально все продумать И разместить Чем мы и занялись аж за два года до начала реализации Показываю вам стадию участка На которой уже проект практически полностью согласован Вносится только лишь корректировки Еще не закончена облицовка дома, но уже проект ландшафта сделан Сейчас нахожусь на нашем объекте Проект этого сада мы делали ровно год назад Заранее сейчас встретились с нашей заказчицей Анной Обсуждаем небольшие корректировки по проекту Перед началом бетонных работ, инженерных систем И, собственно, в ближайшее время мы уже приступаем Заказывайте проекты заранее Здесь у нас объект первый по озеленению вообще во всем поселке И по заезду в дом наших заказчиков тоже Сейчас вот ребята приехали, нам разметят автополив, освещение Начинаем копать и сажать потихонечку Концепция сада предполагала под собой некую регулярность Так как дом выполнен в английском стиле Все цветущие растения были исключительно в белой палитре Начиная от гортензии из пире и заканчивая многолетниками Вплоть до шалфея, который, к слову, пришлось еще и поискать в нужном количестве Особенностью данного участка является полное отсутствие забора Ворот и калиток во входной зоне, что крайне непривычно для Подмосковья Тут-то и расположились основные притягательные композиции Напротив входа у нас посажена ель обыкновенная В регулярной стрижке из питомника Неваки Подбита она массивом из гортензии, шалфея и широкого пятна спирей Зону парковки и дорожку к главному входу разделяет аллейная посадка кленоглобозом Подбитая в перекличку с соседней композицией спирей Сразу за ней можно увидеть центральную посадку Разноразмерных туй в форме шара Подбитых шалфеем белым И солитерном данной композиции выступает декоративная яблоня Эверест Родом из Европы, которая радует обильным цветением и яркими осенними плодами Рядом композиция, которая немного перекрывает вид на заднюю часть участка Тут тоже акцентом была яблоня Эверест Форма зонт, но первую зиму она полноценно не пережила Ввиду своих индивидуальных особенностей Достаточно сильно потеряла декоративность И мы ее заменили на зонтик из клена По нашему мнению, он даже лучше справляется со своей задачей Прикрытие веранды Участки с соседями мы разделяем туями Без которых в данном случае мы не смогли обойтись Но разбили их регулярными промежутками Где высадили формированные рябины с высоким штамбом Так мы плавно перенеслись в святая святых этого участка Задний двор, если так можно выразиться Тут с мега уютной веранды нам открывается вид на лес Главным переходом к которому является композиция, высаженная вдоль забора Часть которой возвышается над подпорной стенкой Которая является элементом спортивной площадки для детей И одновременно скамейкой Справа от детской площадки мы видим миниатюрный домик Который достроился лишь в этом году Он совмещает в себе хранилище для садового инвентаря И мангальную зону Крайне удачное и симпатичное строение Перед ним мы можем увидеть Тоже композицию, где опять же формированы Яблоня и верест в купе с можжевельниками И гортензиями Именно сюда открывается вид из сердца этого дома Кухни и столовой Также из окон дома с этой стороны Можно наблюдать вековой лес Который буквально в этом году мы обрамили свежими посадками Сделали некоторый переход от столь опрятного сада К дремучему лесу Вид получился многоярусный Что не может не радовать всех гостей этого участка Реализация данного проекта была в последний месяц сезона 2020 Буквально в ноябре Уже начинались заморозки Погода была против нас Как и строители, которые тут выполняли работы до нас И зачем-то положили геотекстиль по всему периметру участка А поверх отсыпали песком Ну типа сорняков Так не будет Но мы-то с вами знаем, что это бесполезная А точнее даже опасная процедура Ни от каких сорняков геотекстиль не защитит У нас такие примеры в нашей практике есть Когда строители берутся не за свою работу А уж чего говорить о растениях Которые от такого соседства сразу страдают Ну что, солнце село Мы тут все перепахали Геотекстиль достали Электрику проложили Автополит не тронули Ничего, мы справились Все достали и спланировали участок как надо Единственное, от переизбытка песка Который уже здесь был в основании Спустя сезон газон просел буквально на пару сантиметров По всей площади Очень равномерно Но следующей весной Вместе с процедурой скарификации Мы это недоразумение исправим Еще одна сложность заключалась в том Что мощение тут выполнялось местными строителями В параллель с нами И так сложилось, что мы закончили раньше, чем они Отбивая все чистовые уровни посадки и планировки заранее Сейчас у нас приедут несколько солитеров, которые здесь разместятся И, конечно же, куда без косяков строителей Которые приходится исправлять Сейчас мы докладываем нижний ряд Который все равно получается выше, чем уровень парковки Бюджет этого проекта мы, к сожалению, не можем озвучивать Но хочу отметить, что данный проект почти вдвое вышел за рамки предварительных расчетов Ввиду того, что все растения, особенно солитеры, выбирались совместно с заказчиком И, конечно же, были больших размеров от сметы Так бывает всегда, когда клиент видит материал в сравнении И, например, рябин средняя стоит 30, а побольше 50 Берем большую Также и ту, и также и кустарники И в сравнении с одной позицией разница кажется небольшой Но в итоге сумма увеличивается значительно Имейте в виду Сад, конечно же, оборудован системой автоматического полива Вокруг сделан дренаж Система освещения состоит из шикарных европейских светильников и спотов Подсветки некоторых растений Завершая повествование об этом саде Хочется отметить особенную любовь и заботу владельцев Они относятся к территории, как к своему ребенку Тщательно ухаживая, соблюдая все наши рекомендации Как и в других случаях по уходу На данный объект мы приезжаем всего несколько раз за сезон Выполняя профессиональные формировки и обрезки На этом я прощаюсь Да пребудут к вам стильные и качественные сады Обращайтесь всегда к профессионалам